Сплоченный командный дух у этих футболистов невозможно переоценить. Для них товарищи по игре нечто большее, чем просто одноклубники. Это настоящая спортивная семья, в которой так нуждаются эти ребята. Всероссийские соревнования по мини-футболу среди детдомовцев и детей школ-интернатов проводятся по стране уже в 14-й раз. Уникальный проект ежегодно устраивает настоящий праздник для юных спортсменов, у которых появляется шанс выступить в полноформатном чемпионате. Проходит турнир два этапа. Первый этап – это зональные краевые соревнования, которые проводятся за счет средств Департамента физической культуры и спорта совместных с Федерацией футбола Приморского края. Это дальневосточный этап, который проводится компанией «Мегафон» и Российским футбольным союзом. Дальневосточный этап – это встреча лучших команд со всего округа. Здесь и Уссурийск, и Биробиджан, и Чита, и другие города соревнуются футболисты в старшей и младшей группах. Независимо от возраста, подготовка у игроков серьезная. У большинства команд есть не только постоянная программа тренировок, но и опыт выступлений на всероссийском финале этих соревнований. Очень тяжело. С Читой само было. Трудно играть. Я целую ночь не спал. Два часа уж поспал. Волновался, чтобы в Сочи полететь. К слову, именно уссурийская команда «Содействие-2» показала самый внушительный результат. Только за три матча группового этапа ребята смогли забить 27 голов. Буквально громя своих соперников, уссурийцы дошли до финала, где также уверенно обыграли «Восток» из Читы. Эти ребята занимаются очень давно, участвуют очень во всех соревнованиях, и в школьных соревнованиях, и в зорницах, полностью везде. И на тренировки так сходят уже давно. А вот в старшей группе было не все так предсказуемо. До финала добрались две равные по силам команды – «Иркутская звезда» и «Магаданский зеленый остров». Все два тайма решающей игры прошли в напряженной борьбе, но везение оказалось на стороне «Магадана» – 1-0. Участвуем четвертый или пятый раз. Я первый год работаю. У нас футбольная империя в «Магадане», «Зеленый остров». И ребята с поколения, поколения растут, растут. Теперь эти две команды отправятся на финал всего чемпионата, который по традиции состоится в Сочи в конце апреля. Помимо этого, все участники и призеры окружного этапа получили заслуженные медали и грамоты. Хотя, конечно, для большинства ребят главными наградами останутся и будут куда более простые вещи. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.